всем привет с вами канал армор мастер и сегодня у нас рубрика после сборки рассматривать мы будем модель t90 от фирмы менг вот ну я постараюсь рассказать о каких-то достоинствах и недостатках и своих впечатлениях от сборки и окраски касательно сборки все относительно приемлемо с учетом того конечно что сама сам прототип очень сложный и много мелких деталей достаточно специфичное членение из сложных форм вот но тем не менее могу отметить что разработчик сделал в общем-то максимум для того чтобы швы которые возникают при сборке деталей были практически не видны единственное зачем надо внимательно следить это за швами пресс-форм на местах где стыкуются много разъемные формы на башне на корпусе и так далее то есть на местах разъема пресс-форм любом случае небольшой шовчик образуется его надо в обязательном порядке счищать мне немножко не понравилось то как подведены питатели к колесам но в принципе после зачистки это все практически не видно с учетом особенно того что ходовая танка практически полностью скрыта вот так же отметим что ходовая полностью рабочая вот и мало того что ходовая на торсионах рабочая еще и гусеница имеет упругие элементы поэтому в общем-то достаточно реалистично все выглядит и гусеница получается практически рабочий если бы не одно но я не знаю насколько это массовый момент но в моем наборе около трети концевиков для гусеничных траков виниловых были выполнены с небольшими недоливами и при малейшей нагрузке то есть при растяжении например гусеничной ленты просто по вот этому шву недолива резиновая вот эта деталь рвалась пополам ну и соответственно гусеница тоже разрывалась вот поэтому пришлось внимательно выискивать подходящие детальки которые не имели брака и в принципе конечно это довольно неприятный момент потому что во первых он практически не устраним вот а во вторых особенно когда танк уже полностью собран гусеница окрашена и ты ее натягиваешь и она у тебя внезапно разрывается где-нибудь под кожухами это весьма неприятно вот в остальном в принципе никаких глобальных проблем по сборке я не заметил единственное что конечно я поменял ствол на если не ошибаюсь модуль поинтовский поменял дымовые гранатометы стволы и поменял антенну и стволы пулеметов вот надо сказать кстати что ствол пулемета корт который дается в наборе очень неудачный он отлиться смещением в нем по моему не было отверстие в стволе но если и было то какое-то невнятное то то есть ствол под замену причем я видел смоляные пулеметы целиком в магазине мне они не понравились потому что они все были какие-то гнутые немного вот поэтому я аккуратно поменял именно ствол тоже от model point а вот также скажу что я намучился со стволом основного орудия почему потому что он мало того что состоит из большого количества деталей но это не самое страшное самое неприятное на этом стволе это вот эти вот стяжечки сверху которые норовят отпружинить и отвалится то есть я несколько раз подклеивал вот но поскольку это металл к металлу то клеится на супер клей соответственно держится ну не так хорошо как если бы это был пластик вот хотя могу отметить что в принципе ствол основного орудия из набора тоже вполне приемлем там чуть-чуть его если убрать стыке пресс-форм то он будет тоже в принципе нормально хотя конечно металлический лучше но он весьма трудоемкий то есть новичкам я не рекомендовал бы вот этот ствол для основного орудия плане окраски тоже все было не так то просто почему потому что общая площадь поверхности танка очень большая за счет блоков дополнительной брони за счет в общем то вообще таких довольно сложных форм танка у меня ушла ровно одна банка ганзовского акрила на базовый слой вот то есть ну можете себе представить и всего суммарно ушло около двух баночек глянцевого таймиевского акрилового лака вот поскольку стояла задача сделать танк с трехсветным камуфляжем и четкими границами то я покрасил базу зеленый далее закрыл все места которые должны были оставаться зелеными масками из блютака накрасил желтый потом закрыл еще желтый масками из блютака и закрал закрасил черным после этого маски были убраны ну поскольку блютак имеет некую не во первых не нулевую толщину и за счет того что сам по себе рельеф танка очень сложный то естественно в некоторых местах появились мелкие задувы от аэрографа поэтому я жидко разведенной красочкой прошелся по всем границам камуфляжа для того чтобы сделать границу максимально четкой и чтобы не было никаких запылов в принципе при такой легкой натренированности если достаточно жидко краску разводить то ничего сложного в этом нету вот хотя опять же новичкам я в принципе не рекомендую трехцветные камуфляжи с четкими границами и уж тем более я ни в коем случае не могу рекомендовать новичкам рисовать такие камуфляжи на таких сложных танках с такими сложными поверхностями по тонировке в общем то все было достаточно стандартно фильтр легкое высветление маслом выступающих деталей и заклепок смывка и пигменты а еще надо сказать что мне категорически не понравилась декаль на этой модели декаль наносилась сразу после камуфляжа она мне показалась тонковатой а из-за того что сами по себе опять же поверхности танка очень рельефные то она не очень хорошо облегала их и при попытке приваривания и растягивания она просто рвалась вот эти вот номера на ящиках на самом деле там я три или четыре номера перебрал но слава богу менг дает эти самые номера запасом поэтому в принципе без проблем но нервы конечно тоже потратила это декаль хотя в принципе в итоге смотрится более менее прилично конечно опять же мне кажется немножко не очень удачно то что даны отдельные номера тем что их надо совмещать чтобы стояли ровно то есть если был бы блок сразу из трех цифр то ну у нас не было бы возможности конечно выбрать индивидуальную цифру но зато не было бы проблем с тем что там какие-то цифры чуть-чуть кривовато стоят вот на этом в общем то наверное все какой я могу подвести итог модель очень хорошая все сделано очень качественно очень продуманно единственные вот какие моменты мне не понравились это вот небольшой брак на гусеницах ну и не очень здорово получились стволы пулеметов вот тем не менее я могу сказать что я ни в коем случае не рекомендую эту модель новичкам почему потому что хотя бы даже зачистка более чем 400 деталей на траках это занятие в общем то для новичков ну мне кажется не очень вот и сама по себе конструкция гусениц на вот этом 72 90 семействе такова что ну по другому там никак гусеницу просто не сделать вот но тем не менее если вам хочется построить этот несомненно интересный красивый танк и если вы готовы набрать себе столько терпения чтобы справиться с гусеницами с огромным количеством других мелких деталей вот то конечно берите вы несомненно получите удовольствие от работы поэтому в общем то достаточно опытным моделистом я модель однозначно рекомендую даже несмотря на то что последнее время ее цена довольно сильно поднялась если она еще полгода назад можно было там за две с половиной три тысячи купить то я покупал уже за четыре с лишним вот на этом наверное все если было интересно ставьте лайки подписывайтесь с вами был канал армор мастер всем пока